Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Необходимо проработать то, что реалистично, то, что сегодня и сейчас возможно, что-то на перспективу плана постройки, что-то возможное и несколько нездоровым является деленной амбицией. Все это нам предстоит сейчас проработать. Очень бы хотелось, чтобы вы отнеслись к вопросам, которые здесь будете обсуждать максимально внимательно, потому что труба является самым молодым субъектом Российской Федерации. И многое, что здесь было сделано, это благодаря нашей России. Так, в рамках рабочего визита министра экономразвития страны Максим Орешкин и Шалбан Карол посетили Элегесское угольное месторождение, где проект его освоения предоставил генеральный директор компании Руслан Байсаров. В воскресенье прошли масштабные работы по отраслевым группам. И после двух дней работы в полях в правительстве региона прошли итоговые рабочие совещания. Как отметил Максим Орешкин, потенциал социально-экономического развития тувы велик. Но есть одно условие для ускоренного темпа роста – нужно в первую очередь наладить транспортную инфраструктуру. Так, если аэропорт Кызыла уже отремонтирован, от федеральных властей идет работа по подготовке к строительству железной дороги Кызыл-Курагина. Примерно месяц назад было заключено соглашение гороподряда с РЖД. Сейчас мы выходим на соглашение, которое будет между финансовыми инвесторами заключено. После того, как финансирование сделки будет закрыто, начнется уже активная фаза работ. Хотя уже специалисты РЖД в районе Курагина, в Красноярском крае уже определенные работы ведут. Но это надо сейчас все будет интенсифицировать, потому что сейчас как раз началась хорошая погода, солнце. Поэтому сам Бог велел активно работать сейчас. Отметим, что в рамках рабочего визита министра экономического развития страны создана рабочая группа, задача которой разобраться в проблематике региона. По его словам, в первую очередь нужно определить, как реализовать национальные проекты на конкретной территории, в частности в ТОВе. Сейчас главная тема – это национальные проекты. Как раз надо посмотреть, как эти национальные проекты, которые курируют федеральные министерства, их представители сегодня находятся здесь, в Кызыле. Как они реализуются на этой конкретной территории. Здесь тоже очень важно, чтобы то руководство министерства, которое сегодня здесь находится, на земле посмотрело, что происходит, как реализуются те или иные начинания, что, может быть, надо поменять в нормативке для того, чтобы эти национальные проекты здесь, вот конкретно на территории давали результаты. Поэтому мы работать будем вместе, поддерживать ту работу, которую ведет. На сегодня правительство региона реализовало проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта. Закольцована электролиния внутри ТОВы. Однако для региона 80 киловатт не хватает. Для реализации инвестиционных проектов нужно больше электроэнергии. Инвестиционные компании решили зайти в ТОВ, но им нужна поддержка региона для дальнейшего развития. Для того, чтобы республика развивалась еще больше темпами, и все инвестиционные компании, чтобы здесь могли свои инвестиции реализовывать, для этого требуется энергомощность. Поэтому энергетическая дорога между Шушенским и Тураном и возможность электрификации Тожжинского окажена, на мой взгляд, как никогда сейчас реалистична. Создание здесь перерабатывающего завода по коксованию угля тоже требует себе электричества более 100 мегаватт и так далее. Поэтому энергомощность – это тема отдельная и большая. Здесь тоже с Минэнерго коллеги приехали, которые работают. Мы понимаем с вами, что инвестиционные проекты – это как минимум железная дорога. Железная дорога – это просто архиважный для нас проект. Надеюсь, что он начнется в этом году. И его начало должно знаменоваться тем, что это должно быть с разных сторон начало строительства. Но, тем не менее, это 5-7 лет. Решения, которые сегодня будут выработаны, предоставят председателю правительства России Дмитрию Медведеву. В Тандинском районе Тувы состоялась индивидуальная гонка всеармейского этапа конкурса «Военное ралли-2019». Сильнейшие российские экипажи соревновались в быстроте преодоления маршрута, протяженность которого составила более 260 километров по пересеченной местности, имеющие искусственные препятствия, горные рельефы, а также труднопроходимые песчаные участки местности с затяжными подъемами и крутыми спусками. «Военное ралли проводится у нас уже третий год подряд. Первое у нас проводилось в Астраханской области, и уже второй год подряд проводится уже на территории Республики Тыва, в окрестностях города Кызыл. Приурочена она, конечно, ко всеармейским играм российским, которые проводятся во всех регионах Российской Федерации, где военнослужащие показывают свое мастерство, свою выучку полевую и, соответственно, показывают свои результаты, отбираются лучшие команды, определяются победители». Для объективного контроля за действиями экипажей на трассе применялись беспилотные летательные аппараты, на маршруте были развернуты контрольные пункты с бригадами технической помощи и средствами эвакуации. Всего в отборочном конкурсе за право предоставить Россию на Международных армейских играх 2019 соревнуются военные водители из 10 команд от Центрального, Восточного, Западного и Южного военных округов, Северного флота, ВДВ, Росгвардии. Впервые в этом году принимают участие команды отдельные автомобильные базы Министерства обороны России из Москвы, отдельного полка материального обеспечения Министерства обороны России, дислоцированного Алабина и Острогского учебного центра из Воронежской области. Довольно-таки большая дистанция, очень комбинированные, есть и скоростные участки, и те участки, где нужно преодолевать со средствами повышенной проходимости, поэтому очень интересный маршрут, потребовалось много усилий, чтобы его пройти. Отметим, что в конкурсе участвует только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это грузовые автомобили «КамАЗ» и «Урал» с колесной формулой 4х4 и 6х4, а также бронеавтомобили «Тигр-М». Продлятся соревнования до 25 мая. В минувшие дни мэрии Кызыла совместно с администрацией Кызыльского района проводились публичные слушания по вопросу проектной документации, в том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов», расположенного на 20-м километре юго-восточнее от города Кызыла. Обсуждения проводились в рамках законодательства с целью выявления общественного мнения о намечаемой хозяйственной деятельности «Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов». Одним из проблемных вопросов является утилизация коммунальных отходов. Это обусловлено главным образом закрытием существующего полигона твердых коммунальных отходов городским судом Кызыла. Для решения сложившейся ситуации мэрии города Кызыла проведены торги на разработку проектной документации «Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов». По результатам торгов был заключен муниципальный контракт с компанией «Тува Тесиз» на разработку проектной документации. В настоящее время разработан проект, который предусматривает строительство полигона площадью 60 гектаров и вместимостью более 1500 тонн на проектный период эксплуатации на 20 лет. Извещение о проведении конкурсного отбора на реализацию федеральной информационной кампании, направленной на популяризацию предпринимательства и вовлечении новых участников национальные проекты опубликовано на сайте Министерства обороны. Заявки и документы будут приниматься с 23 по 27 мая ежедневно. Субсидии будут предоставляться по результатам конкурсного отбора, проводимого комиссией, созданной при Министерстве экономического развития России. В числе критерия отбора подрядчиков – наличие опыта выполнения масштабных проектов с субъектами МСП и эффектов от их реализации, а также опыт использования целевых и собственных внебюджетных средств. Подрядчики не должны иметь долгов по уплате налогов и сборов, а также исключается участие в конкурсе иностранных юридических лиц. По итогам 2019 года количество физических лиц, привлеченных к участию в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства» должно составить 500 тысяч человек, а к концу 2024 года их количество должно достичь 3 миллионов 140 тысяч человек. Конкурс рассчитан на то, что показатели результативности использования субсидий будут соответствовать результату федерального проекта «Популяризация предпринимательства». И о курсах валют. Доллар 64 рубля 63 копейки, евро 72 рубля 25 копеек. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Не знаете, где искать деньги? Найдем! Отличные наличные. Займы до зарплаты. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Задания ЕГЭ в текущем году поступят в школы восьми регионов страны по защищенным интернет-каналам. Далее эксперименты намерены распространить на большую часть учебных заведений России, рассказал заместитель главы Рособорнадзора Анзор Музаев. Он уточнил, что в эксперименте примут участие школы Мордовии, Тувы, а также Ивановской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей. Школы получат зашифрованные файлы, которые потом распределят по аудиториям. Далее организаторы в присутствии учеников введут ключи к шифру и напечатают материалы для проведения экзамена. «В восьми регионах в этом году будет почти идеальная картина с точки зрения технологии проведения, в которой мы шли долгие годы», заявил заместитель Рособорнадзора. Музаев также отметил, что только на федеральном уровне этот метод позволит сэкономить ежегодно порядка 250 миллионов рублей. «Если все пройдет успешно, то мы думаем, что в следующем году подавляющее большинство регионов будет работать по этой схеме, а через два года это станет обязательным для всей страны», – подытожил он. Основной период ЕГЭ в этом году намечен с 27 мая по 1 июля. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент. Просто и по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. По республике переменная облачность без осадков. Ведер юго-западный 2,7 метра в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Днем местами порывы ветра от 12 до 17 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Днем плюс 27, плюс 29 градусов. За правильными деньгами, справильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595-555. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова